Заявление о том, что Северный Казахстан принадлежит русским, часто делали многие политики в России, а также представители русских организаций в Казахстане. Недавнее признание России и Южной Осетии и Абхазии снова побудило некоторых политиков в России заговорить на эту тему. Перед всеми стоит в более или менее острой степени проблема легитимности, и у всех есть свои политические скелеты в шкафах, которых они опасаются. Например, спорными остаются южная часть Киргизии и Северный Казахстан, заявил заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов 29 октября 2008 года. Однако, никакого спорного статуса за Северным Казахстаном нет. Территориальные вопросы между Россией и Казахстаном урегулированы. 16 ноября 2005 года Государственная Дума России ратифицировала договор о границе между Россией и Казахстаном, подписанный 18 января 2005 года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом России Владимиром Путиным. Договор установил 7400 км российско-казахстанской границы. В настоящем договоре под термином «государственная граница» понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы территории Российской Федерации и Республики Казахстан на суше, в водах, в недрах и воздушном пространстве. Иными словами, территориальные пределы двух стран разграничены. Этого договора предусматривает любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьёв, а также береговой линии водоёмов не влекут за собой изменений в положении, определённой настоящим договором государственной границы, если стороны не договорятся об ином. Кроме того, президенты договорились о безвизовом пересечении границы по внутренним документам. Для граждан двух стран для поездки не требуется ни заграничного паспорта, ни виз. Заявление Маркедонова, в сущности, подрывает очень благоприятные пограничные отношения России и Казахстана и свободный режим поездок для граждан. Или Маркедонов стремится добиться изоляции России от Казахстана. Разговорами о спорных территориях при ратифицированном договоре о границе он может только толкнуть Казахстан на куда более тесное партнёрство с Китаем, Евросоюзом и Америке. Они, по крайней мере, не заявляют об отделении от Казахстана каких-то территорий. Специально отметим, что казахстанско-китайская граница разграничена договором от 1994 года и дополнительным соглашением от 1999 года. Нередко в обосновании этого тезиса выдвигаются некие исторические соображения, которые обычно сводятся к заявлению, что русские заселили Северный Казахстан. И по этой причине это да и русская земля, потому что она полита кровью, потому что там могилы и так далее. Но принадлежность территории устанавливается не по факту пролития крови и могил, а потому, какой народ является исконным на ней. Для Северного Казахстана как раз исконным народом являются казахи. Археологические и антропологические материалы свидетельствуют о том, что казахские племена Северного Казахстана имеют автохтонных предков по крайней мере с первого тысячелетия до н.э. По мнению известного казахстанского археолога Алкей Маргулана, с эпохи Бронзы, с середины второго тысячелетия до н.э. Блемена Среднего Жуза жили на этой территории задолго до русских. Казахи Среднего Жуза жили под властью сибирского хана и под командованием Урас-Мухаммеда участвовали в войне с русскими во время падения сибирского ханства. Урас-Мухаммед попал в плен к русским в 1588 году. Песни Кажеберген-Жирау, повествующей о начале войны с джунгарами, сказано, что джунгары напали сначала на барабинских татар, часть которых ушла под защиту казахов. Затем джунгары захватили кочевья племён Жилаир, Найман, Конерат, Каракалпак на Алтае, а затем Тарбагатай, Зайсан и Алатау. Все эти события произошли задолго до того, как в этих местах появились русские. И теперь казахи проживают в Оренбургской, Омской, Челябинской, Новосибирской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Численность казахов в России составляет около миллион тысяч человек. Казахское население перечисленных регионов России по данным переписи 2002 года составляет больше 50% от всех проживающих в России казахов. Что ни говори, а казахское население никуда со всей родной земли не делось. Русские появились на ней как завоеватели. В начале XVIII века для защиты от Джунгар Петр I отправляет экспедицию подполковника Ивана Бухгольца для разведки. На обратном пути экспедиция заложила несколько крепостей вверх по Иртышу и Иртышской линии. Крепости этой линии дали начало городам Семипалатинску, Павлодару и Усть-Каменогорску. В 1752 году была создана Пресногольсковская линия с крепостью Петропавловск, который был крайним российским пунктом в казахской степи. Более южные города Северного Казахстана появились много позднее как Шитау основан в 1824 году как центр внешнего округа. Акмолинск, нынешняя столица Казахстана, был основан в 1830 году как приказ и казачий форпост. Кастанай основан в 1879 году на месте традиционного торга и стал ярмарочным городом. Оседлое земледельческое русское население Северного Казахстана появилось очень поздно, во второй половине XIX века. С 1866 года началось переселение крестьян из европейских губерний России в Казахстан. Первые переселенцы обосновались в Акмолинской области у озера Саумалколь. Потом ручеёк переселенцев превратился в поток. С 1897 по 1916 год в Казахстан было переселено 1 миллион 300 тысяч человек. Землю переселенцам давали за счёт отрезания удобных литовок и зимовок у казахов. Политика переселения в Северный Казахстан проводилась и при советской власти в 1920-х годах во время войны, но особенно активно во время покорения целины в начале 1950-х годов. В то же время резкое сокращение казахского населения Северного Казахстана произошло в 1932-1933 годах во время голода. Исторические факты говорят о том, что русские обосновались в Северном Казахстане очень поздно по историческим меркам и за счёт всестороннего ущемления казахов. Потому тезис типа «Северный Казахстан» – это русская земля, не имеет под собой никаких оснований. Северный Казахстан – это казахская земля. Но при этом русских, конечно, никто с неё не погонит, права русских в Казахстане никак не ущемляются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова